здравствуйте друзья сегодня с вами на канале голос силиконовой долины михаил портнов и мы поговорим о том что называется комфорт зона или зона комфорта попросили на канале ребята поговорить на эту тему и я хочу сказать что в некотором смысле я разговариваю с вами на эту тема выхожу за рамки своей комфорт зон немножко потому что я никогда публично эту тему раньше не говорил но поговорим поговорим поэтому если какие-то шероховатости там или что-то вы туда списываете на то что это первый раз и я немножко может даже волнуюсь потому что тема очень серьезно в этой теме вот как в капельке воды мы видим целый океан вот так же в этой теме мы видим все аспекты жизни человеческой в том смысле в каком мы успешно что-то делаем или не очень успешно вот тема про нахождение и про преодоление комфорт зон это тема в которой отражается вся концепция успеха значит давайте мы начнем с того что такое что такое комфорт зон вот что это за пределы чего собственно мы хотим выйти и зачем мы хотим оттуда выйти давайте мы так договоримся что комфорт зон мы будем называть то что для нас является предпривычным рутинным действием в успешности которого мы уверены мы это все время делаем для нас это обычное дело мы делаем себе и делаем вот выходим на работу делаем там примерно какие-то обычные для себя вещи вот это наших наших комфорт зон когда мы выходим за рамки комфорт зон мы начинаем делать что-то что нам страшновато делать вот есть разные риски вот есть риск такой что я могу потерять уважение к себе если я вот что-то начну делать меня не получится другие люди могут могут на меня начать пальцем показывать говорит смотри-ка вот он оказывается хи-хи-хи вот поэтому есть какие-то риски теперь легко конечно допустим когда эти плохая привычку ты книжек курит человек и он решил бросить курить это легче это нести это нелегко я не хочу сказать что это легко но это легче когда ты и от плохой привычки пытаешься уйти к хорошей чем например когда у тебя все хорошо а ты думаешь а вот хочу еще больше хочу еще лучше и тебе люди говорят а зачем у тебя же все хорошо вот мы с этим тоже должны сегодня разобраться немножко и что очень важно понимать что развитие вперед такое поступательное развитие происходит тогда когда мы выходим за рамки комфорт зон потому что если мы находимся внутри комфорт зон мы не делаем ничего для себя нового мы мы это и так делаем то есть каждый раз когда нужно куда-то прорваться надо выйти за рамки комфорт зон иначе ты не прорвешься и останешься там где ты есть кто у нас сегодня в основном вот во всяком случае здесь соединенных штатах очень много на эту тему говорят кто говорит вот этим быть мотивейшим спичерс то есть люди которые выступают перед большими аудиториями они продают книжки они аудио файлы там когда-то это были значит магнитные там ленточки потом были сиди и сейчас сиди 9 и так далее вот вот эти люди в основном они на эту тему говорят применительно к успеху но такого больше может быть коммерческому что ли успеху вот там для это тренинги для людей которые занимаются продажами они там говорят вот как продать больше это могут быть например тренинги для людей занимающихся сетевым маркетингом потому что они должны себя как-то переосмыслить что они могут и вот вот примерно так конечно этим в более глубоком смысле занимается религия если мы обратимся к корням этого всего мы не неизбежно придем к основам религии это очень философская все материя и мы поговорим сегодня немножко об этом тоже потому что если мы останемся на уровне того что говорят людям которые что-то продают мы не уйдем глубоко мы сегодня пойдем и копнем немножко глубже и так мы поняли что мы согласны я надеюсь с тем что для того чтобы двигаться вперед надо выйти за пределы этой самой комфорт зоны и проще действовать когда ну вот ты вынужден знаете вот деваться некуда потерял работу да вот он мог бы и раньше может быть пойти найти даже лучшую работу ну так он вроде ему некомфортабельно там ходить что-то искать неизвестно что найдешь а так говорим все известно но сидит но потерял работу и что-то с ним такое произошло мы знаем очень много случаев когда люди например терять теряли работу и вдруг придумали какой-то сказочно успешный бизнес и так далее и это произошло только потому что вот они такой значит пинок пендель волшебный получили и значит это им дало такое поступательное движение то есть потенциал был но вот не было триггера который переключил но тут тонкость такая дело в том что если мы говорим но вот хотелось бы двигаться вперед ну да а вот в то же время тут комфортно ну давай подождем подождем пока будет голод или война или землетрясение или там что-то еще такое а если не дай бог ничего такого не произойдет значит мы останемся там где мы есть и никак не разобьемся знаете мы не контролируем получается процесс мы ждем какого-то несчастья и вот тогда уже мы начнем тут есть тонкость кстати чем дольше мы ничего не делаем тем больше атрофируется наша способность что-то делать это тоже не безобидно все то есть мысль о том но вот надо будет я сделаю и да и нет конечно может быть так что у тебя выхода нет и ты пойдешь делать но эффективность твоя и кого тот порог который ты в состоянии переступить к тому моменту может быть на самом деле намного ниже чем сейчас а сейчас против мотивации нет мотивация очень важно конечно без мотивации человек не станет это делать известно кстати известно из литературы и там значит опросы и там на люди опрашивали выясняли выяснилось что люди которые как бы признанно успешные эти люди систематически они как бы работают над собой в том смысле что они постоянно выходят за рамки своей comfort zone для них это естественная рутина постоянно выходить за рамки comfort zone потому что если в какой-то момент они остановились то они остановились они потеряли вот это вот свою способность конкурировать и быть лидерами и и вести других вот как только как только сказал вроде ничего в этот момент пришел кто-то кто его обошел поэтому для них это естественно такое состояние одна из сложностей того чтобы захотеть выйти из comfort zone состоит в том что в нас как вот в людях есть как бы два начала первое начало чисто можно сказать природное такое вот в этом смысле мы мало отличаемся там скажем от обезьяны или там кошки или слона мы принадлежим к живой природе живая природа так устроена чтобы получать из внешней среды не давать а получать ну что получают там животные ну еду тепло там может быть я не знаю воду и задача вот этого живого существа сводится к двум на самом деле главным задачам он должен выжить и продолжить свой рот в той мере в какой у него нет угрозы его существованию физическому его способности продолжить рот то а что ему делать ему ничего не надо больше делать он получатель и все и вот эта часть нас да а у нас есть физическое тело и это тело нуждается в тепле в пище в воде и естественно мы генетически настроены на то чтобы продолжать свой рот поэтому ну нет такого знаете гормона что ли который там сидит встроенным и говорит ребята там вы давно не двигались вперед ну-ка быстро побежать нет такого гормона вот есть механизмы отвечающие за то что например кушать надо да вот раз в голову пошел есть механизмы отвечающие там за наличие воды в организме раз хочется пить а тут значит нету но мы как живые существа как люди и единственный представитель вот этого мира как бы живого который в состоянии преображать действительность вот не просто получать но еще и давать и в этом смысле творец но такая немножко в эту сторону значит творец создавая нас по образу и подобию своему наделил нас способностью творить преображать давать больше того на самом деле наша способность давать и наше стремление давать настолько интересно устроены мы можем чувствовать себя гораздо лучше давая чем люди как которым мы даем это колоссальное удовлетворение люди получают получают давая не только беря поэтому очень важная линия проходит вот здесь и она относится к comfort zone тоже эта линия того как мы себя воспринимаем как получатели или как даватели как преобразователи мира вокруг себя потому что если мы преобразователи и даватели то мы должны постоянно выходить за рамки этой comfort zone чтобы быть в состоянии давать и в состоянии преобразовывать если мы получатели то нам не нужно ничего вот мы просто смотрим где получите и все теперь еще тоже очень важно известно как многие говорят но вот я хочу немножко на этом остановиться с точки зрения роста внутреннего духовного вы можете конечно сказать ну я вот ну так ну хорошо я не расту ну я вот есть где есть к сожалению невозможно поддерживать себя просто на каком-то уровне получается что либо вниз пошел либо продолжаешь расти потому что даже если предположить себе что я сегодня вот такой же как я был вчера например и я не вырасту я остался там где я был вчера день-то прошел способность что-то сделать в течение этого дня я потратил ее ее нет больше то есть я уже на самом деле немножко в минусе но дело еще вот чем точно так же как любо любой другой навык значит навык выхода за рамки своей комфорт зон он должен тренироваться любой навык который я перестану тренировать мышцы все чтобы начинает атрофироваться начинает уходить если я допустим типичный пример вот я пришел на работу постоянно до этого был консультантом вот я каждый 6 месяцев меня менялся объект на котором я там работаю менялся мой проект я был в одном режиме и вдруг я получил постоянную работу я там проработал 10 лет ну конечно если это хорошая компания там тоже что-то менялась как-то менялась там что-то происходило но через десять лет я не переключаясь так часто с проекта на проект и потеряв работу через 10 лет я утратил вот эту способность вскакивать там каждый раз какие-то новые задачи и быстро их решать у меня у меня развилась другая способность а это у меня ушла поэтому как всякий навык вот это вот способность выходить за рамки comfort zone она должна постоянно тренироваться иначе мы ее просто потеряем и еще один момент вы можете сказать ну хорошо но так потеряем тут есть еще одна философская как бы линия состоит она в том что нереализованный внутри человека потенциал вот у него есть талант и он нереализован это не безобидная штука потому что и психологи это говорят и религиозные философы это говорят когда человеку что-то давно и он это не реализовал это это не это не сложившись это не счастливая судьба она больно человеку ударяет также как вот говорят кому многое дано с того многое спросится это она же абсолютно то же самое тебе дали много ты должен использовать это ты должен реализовать это если такое там обойдемся я помню вот есть такой абрахам масло психолог вот у него на эту тему очень неплохо написано тоже это несчастная судьба если ты не реализовал тот потенциал который у тебя был поэтому это не безобидно до коровы и бог с ним там но нет и нет мы живем в таком мире где идет ну ну война эти идет такая война со всех сторон не то что там какой-то плохой человек пытается кого-то зомбирует а целый мир и вот в этом мире есть много материальных всяких ценностей вы смотрите что происходит вот нам нам не говорят вот если ты не купишь наш автомобиль то ты лузер так не говорят но нам говорят смотри какой ты классный мужик если у тебя есть вот такой автомобиль смотри какая ты эффектная женщина если ты пользуешься вот этой косметикой но второе то что вслух тебе не говорят но ты понимаешь если ты не пользуешься этой косметикой если у тебя нет такого автомобиля если тебя нет такой улыбки белоснежной если у тебя нету двух таких замечательных девочек рядом с тобой как бы ты не очень состоялся Что происходит человеку в обществе, где потребляется много И в обществе, где зарабатывают люди тем, что они продают то, что потребляется Нам предлагается какой-то набор ценностей Это не только связано с ценностями материальными Это и с ценностями духовными тоже связано То есть нас индоктринируют в какой-то мир В котором есть определенные ценности И когда на нас, на каждого из нас общество воздействует таким образом Это не обязательно делается в лучших интересах вот этого человека или того человека Даже когда вы имеете дело со школой, с родителями Они могут вам предлагать какие-то ценности, какой-то образ жизни, поведение Который, например, им удобнее, чтобы с вами иметь дело Это совершенно не значит, что, например, для вас это лучший способ вашего развития То есть что может получиться человек И это многие так идут этим путем Ему что-то извне предлагают И он начинает за этим гнаться И он удовлетворение не получает Потому что это не он, это не его Ему вот навязали, и он старается вот он соответствовать чему-то И в итоге он все равно несчастный какой-то И у него тут проблемы, и там проблемы, и здесь проблемы Это у него еще и на здоровье сказывается И на его таком общем состоянии и так далее Поэтому в сегодняшнем мире, что я хочу сказать Исключительно трудно прожить свою собственную жизнь Потому что тебе предлагают так много моделей твоей собственной жизни Причем с детства, когда ты еще не в состоянии отсеивать Тебя индоктринируют в какое-то понимание твоей собственной жизни И это не твоя собственная жизнь Очень сложно прожить свою собственную жизнь Вот это тоже надо понимать Надо иметь смелость быть самим собой И это очень сильно влияет на желание человека И на способность человека Выйти за рамки своей вот этой комфорт-зон Потому что выходя за рамки комфорт-зон Мы очень часто входим в противоречие вот с этим миром вокруг Они говорят Ты неразумный, у тебя все есть Зачем ты что-то меняешь? Обязательно у тебя это не получится Зачем тебе второе образование? Зачем тебе иностранный язык? Зачем тебе бороться за какую-то должность, которая тебе не нужна? Зачем тебе это? Зачем тебе это? Понимаете, вот эти люди все вокруг У них какое-то другое видение И вы можете хотеть чего-то внутри Вот ваш дух Вот то божественное начало, которое у вас есть В нас есть От творца И делает нас творцами И другие люди говорят Не надо тебе этого Это неправильно Поэтому нужно иметь большую смелость Чтобы через это все пройти Какие примеры В жизни мы встречаем того, что люди переходят Или должны пройти через вот эту границу между комфорт-зоной И кто там еще со стороны Ну вот, например Элементарный пример Это здоровый образ жизни Вот мы знаем, что надо вести здоровый образ жизни Но мы при этом можем курить Мы можем не заниматься там какой-то физической нагрузкой Мы можем там спать несколько часов в ночь То есть как бы делать все для того, чтобы здоровье разрушилось И не делать ничего для того, чтобы здоровье поддерживать в хорошей форме Почему? Ну вот так, вот так удобнее Вот так комфортнее И мы это видим сплошь и рядом И я думаю, что каждый из нас на самом деле Когда на себя посмотрит Он знает, что ему приятно делать Что ему неприятно делать Очень часто, например Человек бы, например, сделал что-то Например, он Я не знаю Ну вот мы Поскольку мы живем в Соединенных Штатах Вот там, допустим, иммиграция Я не хочу сказать, что иммиграция Это способ решения всех проблем Ну вот кому-то надо там В силу каких-то причин Ну да, ну вот Вот он вроде хотел Да не пошел Да не сделал И тогда второе образование Вот вроде бы надо Ну кто из тех, кто думал Что надо бы получить Скажем, второе образование Пошел и получим второе образование Кто из тех, кто думал Надо бы бизнес начать Пошел и начал бизнес Кто из тех, кто думал Надо бы разорвать вот тот круг Который у меня там семейный И начать новую семью Построить новую жизнь Кто в итоге это сделал Понимаете? Далеко не все Мы знаем, что люди делают Но не все И чем острее вот тот кризис Который там есть тем, может быть, проще это делать. Очень часто, знаете, я вижу, вот говорят, ну у тебя же хорошая работа, у тебя же там доход, у тебя машина, да, у тебя все хорошо, зачем тебе, вот я не знаю, там что-то еще? Ну вот почему ты решил поменять профессию? Почему ты решил уехать в другой город? Почему ты решил уехать в другую страну? Почему? Понимаете, это внутри человека, ты не должен никому доказывать, но вот если это помогает тебе реализовать себя, значит ты это делаешь, и ты это делаешь не потому, что это имеет смысл для общества, в котором ты живешь, ты это делаешь потому, что ты творец, и ты творец своей судьбы, и ты творишь мир вокруг себя, создаешь его, а не просто получаешь из него. И как только ты начинаешь в этих категориях мыслить, тебе без разницы, кто тебе что сказал, ты думаешь о себе и о том, как реализовать свой потенциал, и это твоя ответственность, тебе дан этот потенциал, это твоя ответственность за его реализацию. Ты не должен никого при этом слушать, то есть ты можешь слушать, но ты принимаешь решение, ты отвечаешь за это решение. Мы видим очень много людей, вот по-английски это называется procrastination, то есть надо бы сделать, ну вот не сейчас, ну потом, ну как-нибудь, вот это на каждом шагу, это каждый из нас в той или иной форме этим занимается. Я вижу, вот допустим, среди эмигрантов там, свеженьких или не обязательно свеженьких, вот они идут на велфер, на социальную помощь, они говорят, вот же велфер, ну ведь можно же, это же легально, это же вот тебя поддерживают, и они из-за этого не растут. Потому что они из создателя, из того, кто дает, они превращаются в того, кто берет, и у них вся ментальность теперь получить, 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 получить. Вот как дерево, как собачка, получи. Как только ты переключаешься и говоришь, создать, дать другим, да, ты получаешь больше, но ты при этом еще в совершенно другую жизнь живешь. У меня, например, студенты, которые учатся, они учатся профессии, тестирование программного обеспечения, и мы их, в общем, помогаем им работу найти. И вот я смотрю, допустим, идут люди на практику в компанию, и вот есть такие, которые говорят, вот бы только меня оставить. Или там на этой практике, вот у него мечта, понимаете, вот его мечта, это чтобы остаться на практике. Почему? Потому что он, чтобы работу искать, он должен выйти за пределы своей комфорт-зоны. Но дело в том, что если он однажды вышел, и нашел работу, и потом нашел, еще раз нашел, для него это уже становится внутри комфорт-зоны. Он начинает легко и естественным образом находить работу. Он не раб той работы, на которой кто-то ему привел за руку, а он вот свободный человек, который пошел и нашел работу. Я-то их учу этому. Но вот я вижу, раз, не хочет выйти из комфорт-зоны, но это же его и очень сильно ранит. Больше того, вот если я, допустим, менеджер, ну почему я должен нанимать человека, которого кроме меня уже никто не найдет? Да, вот он-то знает, что его кроме меня никто не найдет? Я тут что, вот должен достаточно что-нибудь получать? Вот если он пришел, он говорит, я сейчас быстренько получусь, пару-тройку месяцев, наберусь и пойду на рынок, получу хорошую работу. Так я говорю, минуточку. Так, а я же первый, это же я его научил. Понимаете? Это у меня право, так сказать, первого найма. Да, ну так условно. Поэтому, вот, например, такой формат. Или я вижу очень много людей, которые к нам приходят, потерят работу. Вот за них платят там соответствующие организации, которые занимаются уволенными, сокращенными. Вот смотришь, человек, вот там в 38 лет он пришел куда-нибудь в большую компанию. Ну, не важно, Oracle, IBM, там, Hewlett-Pockard, там, не важно. Большую компанию. Проходит 12 лет, проходит 15 лет, а ему уже за полтинник. И он уже как-то даже чувствует, что, в общем-то, ему положено. Понимаете? И, ну, соответственно, он уже не так сильно растет. И самое главное, что он за все эти годы никогда не искал работы. И он теперь боится. Он думает, если я вдруг, не дай бог, потеряю работу, все. И когда это с ним происходит, вот они приходят, там, присылают там на повышение квалификации, половину таблетки глотает, у них вид такой. Там он таблеточку скушал. Им дают легко вот эти таблетки, врачи здесь выписывают, значит, чтобы стресс снизить. Почему это произошло? Потому что он находился в рамках своей комфорт-зоны, которая ему говорит, все хорошо. Не надо тебе учить нового, не надо тебе там, я не знаю, практиковаться в поиске работы. Все хорошо, вот есть компания, компания серьезная, они тебя тут будут до пенсии держать. Я знаю одну женщину, она менеджер, и она уже работает, наверное, лет 15 на одном месте, и не хочет уходить. Но раз в полгода, железно, вот у нее правило, каждые 6 месяцев она берет резюме, рассылает, ходит на пару-тройку интервью, ей предлагают какую-то работу, но у нее есть очень серьезные соображения не уходить оттуда, где она работает. Но во всяком случае, она держит форму, она, я не знаю, вряд ли это для нее уже является выходом за рамки какой-то там ее комфорт-зоны. Если ты каждые 6 месяцев это делаешь, это рутина. Но первый раз, когда ты делаешь, конечно, может быть даже второй, а дальше это становится рутиной. Поэтому надо все время выходить за рамки комфорт-зоны, потому что делая это, ты включаешь больше и больше разных вещей в свою рутину, оставляя какие-то новые виды деятельности для того, чтобы выходить за рамки комфорт-зоны. Это то, как ты растешь. Где выход из этого всего? Ну, мы пытаемся это перевести как бы в практическую плоскость. Поэтому давайте сделаем так. Значит, первое, надо упражняться. Вот надо сказать себе, я каждый день делаю что-то, упражняясь в выходе за рамки своей комфорт-зоны. Я вот помню, у меня был такой эпизод, когда кровь сдаешь там на анализ, я никогда не мог смотреть, как иголка входит в вену. Я всегда отворачивался и как-то уже там стыкаю. И потом я себе сказал, почему я отворачиваюсь? Это что, вот у меня, это моя комфорт-зона там. Я говорю, будем смотреть. Вот я сейчас каждый раз прихожу, смотрю. Не потому, что мне как-то это интересно или что-то, но потому, что я не такой человек, который не в состоянии выйти за рамки своей комфорт-зоны. Я, к сожалению, не делаю этого каждый день. Надо было бы каждый день. Ну, просто как пример. Поэтому надо упражняться в том, чтобы выходить за рамки своей комфорт-зоны. Вы говорите себе, каждое утро, вот вы просыпаетесь, каждое утро, и вы говорите, сегодня. Что я сегодня сделаю такое, ну, хорошее, да? Что вот, если я не сделаю, то уже никто и не сделает. Ну, в своей части, так сказать, мира. Вот если я сегодня не напишу это видео, которое вы сейчас смотрите, то, наверное, никто вот это видео не напишет. Потому, что это мой опыт, мое видение, мое понимание там чего-то. Вот кто-то напишет другое, а вот это не напишет. Поэтому вот в той части, так сказать, планеты и в той проблематике, в которой я живу, в той реальности, вот я могу это сделать. Если не сделаю, то никто уже не сделает. Каждый день вы спрашиваете себя с утра, что я буду делать сегодня. Кроме того, есть еще такая важная вещь. Вы берете на себя инициативу. Вы говорите себя, я не тот, кто получает и только получает. Я тот, кто дает. Я каждый день что-то даю, что-то создаю. Как-то улучшаю мир. Это может быть самая ерунда. Вы можете там начать улыбаться людям, а так вы можете серьезно, а так вы начали, может быть, улыбаться. Или вы начали говорить что-то хорошее людям, видя это хорошее, а так вы, может быть, промолчали бы. Вы можете, например, позвонить собственной маме и сказать, мамочка, я тебя очень люблю. Или позвонить там школьным друзьям, с которыми давно не разговаривали, и сказать, слушай, ты помнишь, как мы классно с тобой там играли в пинг-понг? Я вот всегда помню и хочу тебе сказать, что ты молоток. Инициативу. Сам факт того, что вы взяли на себя инициативу, это вам дает уверенность, это подтверждает вам, для самого себя, что все в ваших руках. Человек, который не верит в то, что он может это сделать, не выйдет за рамки комфорт-зона. Понимаете? Для этого надо верить в то, что ты можешь это сделать. И это приходит с опытом. Вот надо создавать вот этот опыт. Опыт преобразования мира вокруг вас. Это может быть чуть-чуть. Но это вы сделали. Это вас никто не заставил. Это не то, что были какие-то обстоятельства. А вы сказали, я сейчас пойду и сделаю что-то хорошее. Для мира, для всех. А мог бы не делать. Поэтому, когда вы начинаете каждый день что-то такое по чуть-чуть делать, это меняет вас. Вы говорите себе, я творец, я создан по образу и подобию творца. Для того, чтобы творить. И тогда у вас расширяются вот те горизонты, которые вы можете себе позволить преодолевать. Те планки, которые вы для себя можете ставить. Очень важно находиться среди людей, которые стимулируют вас к тому, чтобы так жить. И не находиться среди людей, которые говорят, да кто ты, да что ты, оно тебе надо. Надо вот от этих отойти, а прибиться к тем, которые наоборот вот в этом сами находятся. Исключительно важно. Вот исключительно. Если вы будете находиться среди этих людей, вы гораздо большего в жизни достигнете. Что еще можно делать? Можно ходить на всевозможные тренинги. Их миллион. Читать книжки, смотреть видео, слушать кассеты или эти DVD. Есть один из очень симпатичных мне motivational таких спикеров. Он такую фразу как-то сказал. Нам говорят, что эффект прослушивания всех этих разговоров, он недолго держится. Ну вот послушал, там день прошел, и он обратно укатился. Он говорит, ну так то же самое можно сказать про то, как вот душ принимаешь. Вот принял душ, там, а день прошел, и ты снова грязный. Поэтому рекомендуют душ принимать ежедневно. Поэтому и с вот этим вот тоже надо работать ежедневно. Ну, на самом деле бывает момент, когда устаешь. Я по себе знаю, что вот я могу что-то слушать и с энтузиастом. Потом как-то раз ушел энтузиаст. Ну, ничего страшного, сделал недельку первую. Потом еще что-то послушал. Я иногда возвращаюсь к каким-то записям. Вот я очень люблю фильм «Секрет». Я его каждые, может быть, полгода ставлю и смотрю, и такое ощущение, что я его раньше не видел. Честно, потому что я меняюсь, и восприятие мое меняется, и каждый раз что-то такое открываешь. Думаю, как же я вот раньше этого не понимал. У каждого свое. Вот то, что вам интересно слушать, то, что вас зажигает, подвигает на какие-то действия, вот это и слушайте. Я хочу вот что сказать. Есть у Роберта Киесаки, есть уже, по-моему, даже не одна, а две книжки. Он там про сетевой маркетинг пишет, что это вот как бы школа бизнеса. Вот, мол, в Гарварде тебя научат, как в чужом бизнесе работать, а здесь тебя научат свой бизнес делать. Я совершенно не агитирую там за этот маркетинг, но я хочу сказать, что есть компании некоторые, у которых замечательный тренинг там внутри. Вот я, например, несколько раз ходил на семинар, по-русски он называется «Люди становятся лучше», а здесь в Соединенных Штатах он называется «Humans being more». Дело не в том, как он называется, и этот тренинг совершенно не по network marketing, не по сетевому маркетингу, это о том, кто ты есть. Очень важно понять, кто ты есть, потому что пока ты не понял, кто ты есть, у тебя нет ответа на вопрос «А зачем мне это надо?». Понимаете, вот этот стереотип, который на вас нагрузили ваши родители, ваши друзья, ваше общество, в котором вы живете, школа и так далее, работа, и вот вы в этом находитесь, и вы не понимаете, как жить дальше. В сетевом маркетинге они хотят вытащить людей из этого и сказать, ты можешь продавать, ты можешь что-то. Конечно, им очень важно, чтобы люди выходили за рамки их comfort zone, потому что, скажем, подойти к незнакомому человеку и сказать, начать разговор на какую-то тему, это некомфортно для большинства людей, они же не профессиональные такие вот sales persons, которые этим занимаются. Поэтому у них своя задача там стоит, а у вас своя задача, поэтому сходите на тренинг, вот, допустим, в США, я знаю, это можно и бесплатно сходить, в России там это стоит какие-то деньги, может быть, там 100 долларов или там даже 150, я вам обещаю, это стоит этих денег. Кроме того, ну, почитайте там где-нибудь, поиск сделайте, поговорите с людьми на форумах, посмотрите, какие есть хорошие тренинги, где работают над тем, кто ты и что ты, и для чего ты, собственно, какое твое предназначение, потому что это нужно тоже периодически чистку такую делать. Вот, собственно, рецепты того, как с этим бороться. Что я еще хочу сказать, что 15 декабря у нас будет очередной вебинар такой онлайновый, и мы продолжим вот этот разговор на этом вебинаре. И я всех призываю там задавать вопросы на форуме нашем портнов.com.com.com, я дам ссылку в описании видео. Значит, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, комментарии, и мы пройдемся по этому всему, потому что я понимаю, что каждый из тех, кто сейчас это смотрит, у него может возникнуть целый воров, идей, примеров, каких-то неразберих там и так далее. Я думаю, это будет очень здорово обсудить, и мы это сделаем 15 декабря. Давайте я проверю еще раз по календарю. Это будет, да, это будет суббота, 15 декабря в Москве утром, в 9 часов утра по Москве, а у меня, соответственно, это будет пятница 14-го. Значит, я буду с вами разговаривать. Так что, всех вам благ, нажимайте кнопку лайк, если понравилось, и пишите комментарии, и приходите на онлайн-вебинар. Всех вам успехов, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok